Сталь, лето, нерзовик, то есть это свои параметры сварки, своя проволока. Это участок производства печей астон, это участок кузнечной, садовой тематики. У каждого свои отдельные покрашенные танины. Две линии непосредственно работают в автоматическом режиме. Ну и как вы видите, можете сами посмотреть, заготовка трубы в дальнейшем происходит здесь. Готовая труба. Сейчас мы переместились на вторую площадку. Я как понимаю, здесь и производство, и склад хранения, и отдачи клиентам уже, да? Да, здесь также со склада отгружается продукция на Подольск. Здесь же хранится полуфабрикат, основной склад. И здесь же есть производство, где мы производим банные печи астон, где установлены роботы, где производится садовая тематика. Это мангалы, дровницы, наборы, то есть продукции еще так называемой кузни. Сейчас предлагаю пройти в цех, посмотреть, как у нас это все устроено. Сейчас мы заходим в цех кузня, посмотрим с вами наше производство. Предлагаю начать с производства банных печей астон. Это новая линейка, которая не так давно выведена на рынок. Вот они наши, красавицы, стоят. Исполнение у нас сталь 09G2S, либо нержавеющая сталь, толщина 3 мм. Предлагаю, это уже участок упаковки. Здесь у нас свой заготовительный участок. Это, опять же, лазерные станки. Лазерный один, лазерный второй станок, где вырезаются основные детали, все, которые используются для производства данной продукции. После лазера, как и на предыдущих участках мы с вами видели, часть продукции отправляется на гибочный станок, где изделия приготавливаются, сварка. Получается, процесс это лазер, гибка и сварка. Сварка. Покраска, да? Ну, соответственно, да, шлифовка, покраска, упаковка. После гибки продукция, заготовка перемещается вот на этот участок. Здесь происходит сборка печи под приварку на роботу. Кто она из себя представляет? Здесь варятся двери. Собираются дверки. Следующий участок. Здесь собираются печи. Вот участок. Добрый день. Вот верхушки. Согнутые. Вот это боковые части. И еще есть дно. Собирается по принципу шип-паз. Вот прорезь. Вот шип. Прихватывается сваркой. После чего перемещается на робот сварочный. То есть он полностью проваривает? Полностью проваривает уже робот. Продуктивированная сварка. Пока еще не представляю, что такое робот сварки. Вот продукция яд после сварки роботов. Вот они швы. Вот это все проваривается. Весь полностью контур на роботе. Изделие, да, получается, прихватывается, да, чтобы оно форму... Да. Чтобы оно держало свою геометрию. После чего? Устанавливается на позиционный стол позиционер. Но он уже по программе варит, получается? По программе он уже варит. В зависимости от модели. Есть программа своя, прописанная. Под 12-й автон, под 16-й, под 20-й. Но не ошибается? Не косячить? Робот не ошибается. Ошибиться может оператор. Сколько времени уходит на проварку одной печи? Две печи 16 минут. То есть 8... Опять же, в зависимости от модели. 12-й, 12 минут. А, чем больше швов, тем дольше, соответственно? Чем больше печь, больше швов, длина швов, то, соответственно, чуть больше происходит процесс сварки. Самоочистка, продувка. И дальше он начинает заново варить. То есть одну печь проварил, прочистился, да, на следующую? Да, есть цикл на то, чтобы самоочистить. Но он так же, как сварщики, ведет это. Там настраивается ширина категории, глубина проварки. Там скорость, амплитуда. Тут очень много настроек, которые можно индивидуально сделать под материал. Сталь ли это, нержавейка. То есть это свои параметры сварки, своя проволока. Вот сейчас одна печка уже сварилась. Сейчас мы ее убираем. Вторая варится. В этот момент оператор снимает первую, устанавливает следующую. И так по очереди. То есть он без остановки. И так по очереди. Вот он у нас обслуживает один оператор, два станка. Два аппарата роботизированной сварки. А робот, он может и другие же печи варить? Не только есть? Если прописать под него программу. И сделать оснастку, чтобы закрепить вот эту продукцию. Так, а здесь все у нас после всего этого происходит шлифовка. Подготовка через покраску. Вот пробегаем субрызги, если они есть. И дальше вставляем ее на покрасочную камеру. В таком качестве наши печи выходят с участка шлифовки. После чего перемещаются на покрасочную камеру. Здесь же комплектуются с кожухом для камней. И так же самое сюда заводятся зольники-подзольники, которые также красятся отдельно. Продукцию покрасили, сейчас она уже готова. Да, покрасочная камера мы выкатываем на участок упаковки. Здесь она выставляется, комплектуется дверьми, устанавливаются двери также отдельно. Комплектуется, упаковывается кожухом. И по четыре штучки на одном палете она будет упакована и отворожена потребителем. Здесь уже четыре входят на один палет. На один палет входят четыре штуки. Ставится четыре печи, четыре кожуха рядом между ними. И каждая индивидуально запаковывается в свой термоусадочный пакет. В печке идет, получается, такая коробка, каждая? Совершенно верно. Вот и стоят образцы. Астон 12, второй Астон 16, третий Астон 20. Разница по высоте, так как топки в данной печи тоже самые. Нержавейки, это под нержавеющие топки, они не окрасятся. Если из черного металла, из стройки, сталь 09G2S, производится печь, то делается кожух вот такой черный цвет. Ну и получается, цена, наверное, варьируется или черный металл, или нержавейка, да? А, да, клиенту такой больше нравится, хочет нержавеет, пожалуйста, он нержавеет. Сейчас мы переместились в другую половину здания. Вы также делаете дачный инвентарь, да, наверное, так? Да, садовый инвентарь, это мангалы, это садовые печи, печи под казан, различные наборы дровницы, пованные. На этом участке есть и горячая ковка, есть и холодная. Собираются мангалы, также сварочный участок, шлифуем и отдельная малярка. В этом цехе у нас две покрасочные камеры, одна используется под банные печи Астон, вторая используется под продукцию садовую, кузнечную. Плюсом у нас есть новая покрасочная камера, которая тоже год, где наносится порошковая металлитка. То есть часть деталей мы красим порошком. Часть изделий готовится вот на этом участке, здесь завитки делают ребята на станке. После чего сварщиком это все собирается и производится наша продукция. Ну, то есть так же циклом и заканчивается на покраске и сборке. Покраска и упаковка. Все на каждом участке имеет своя законченная структура, то есть мы начинаем от момента резки заготовки, заканчиваем полностью упакованным изделием. На каждом участке есть своя покрасочная камера, это металлические печи, это чугунные печи, это участок дверей, это участок производства печей Астон, это участок кузнечной, садовой тематики. У каждого свои отдельные покрасочные камеры. Сейчас мы находимся на складе готовой продукции, отсюда вы все отгружаете. Помещение 2200 примерно квадратных метров. Хранение идет, как вы сейчас видите, на палетах многоуровневое. И есть у нас еще стеллажи. Важное хранение. Это продукция, которая не может стоять один на один. То есть это садовые камины, это различные двери, чугунные посуды. Все это хранится на стеллажах. Мы уже были на одном из складов полуфабрикатов, сейчас мы пришли на основной. Основной, да. Как раз вот, да, объем такой достаточно огромный. Здесь у нас хранится основной запас чугунных полуфабрикатов. Это опять же таки двери, это опять же таки полу корпуса наши. Здесь вот у нас садовая легенда гарден, основание, чугунные плиты, комплектующие, крючки, ручки, все, что касаемо чугуна. То есть здесь вся чугуниная только? Здесь, да, основной склад, заготовка чугунная. Отсюда вы уже получаете на первое производство, где мы были? Да, мы перемещаем по необходимости отсюда заготовки. И дальше вот там их опять же собираем. Удобно, да? Удобно и очень впечатляет своим масштабом по количеству заготовки. Сейчас мы переместились еще на один цех. Компания Визуи производит дымоходы. Андрей Черных, начальник производства. Производство измережающей стали дымоходы дымоходы. Покажешь нам, то есть как это? Покажу, объясню, проведу, да, пройдемте, конечно, да, давайте. Мы зашли в помещение. Да, в помещение. Здесь непосредственно стоят установлены две линии порезки и металл. Раскроем металла, но они по-разному называются. Используем на этих линиях, с одной стороны используем здесь толщина 0,8 металл 430, с этой стороны 0,5 металл 430. Чтобы не было задержек на производстве, да, чтобы не переставлять, две линии непосредственно работают в автоматическом режиме. Ну, получается, устанавливаем бобину, катушку, да, дальше, получается, происходит резка металла на гильотине и дальше автоматическая подача на линию. Ну, и, как вы видите, можете сами посмотреть, заготовка трубы в дальнейшем происходит здесь. А изготавливаете большую номенклатуру, то есть, или самые ходовые позиции? Ну, используем номенклатуру, на самом деле, большая. Сейчас, ну, используем и из нержавейшей стали из 430-й делаем, и из 439-й делаем. Какие-то позиции из 304-й нержавейки делаем. И сейчас вот мы ввели, в этом месяце у нас новая пошла миллиметровая 430-я, то есть толщина миллиметров. Ну, вот эти виды стали используем в основном. Тут у нас, получается, участок непосредственно лазерной резки. То есть, два станка лазерных находятся, да, один здесь, один подальше. На нем заготовки происходят на, ну, как бы, на менее массивные изделия, то есть, это на головки, на тройники, получается, на дефлектора, потом баки делаем 439-м, крышки режем, там, 439-м нержавейки. То есть, ну, вот такая, более, получается, мелкие заготовки для мелких изделий каких-то. Здесь вот все режется на лазере, получается. То есть, цирки в основном, или не в основном, а только с нержавейкой все работают, да, так по? Вообще работаем в основном с нержавейкой полностью, да, но есть один дымоход, ну, как бы, оцинкованная, да, потому что не все покупают, бывает, кому-то кожа поцинкованной нужен, но в основном нержавейка, да, то есть, большая часть нержавейки. У нас оцинковки вообще маленькие, очень, то есть, поток. Заготовка потом в дальнейшем, который пойдет на изготовление определенной продукции, то есть, это вот старты, оголовки, ну, всякий мелочок. Вот здесь лежат, получается, у нас абажуры, абажуры лежат. Но абажуры мы делаем, получается, с черными, они красятся потом. Печки? Ну, абажур, да, он, получается, загинается, да, и на угол, соответственно, лампа есть, что-то где-то здесь получается, декоративные изделия, вот. Сейчас здесь делали у нас тройники одноконтурные, ребят режут, да, и уже неподтверсимые программы также выставляются, на компьютере все это чертится, на флешечку сюда скидывается, и уже полностью готовый тройничок у нас уходит, то есть, из нескольких гостей ли корона, вот получился у нас, и сам тройник. Как бы, как выглядит, вот, могу показать, да, соответственно, так. Да, потом вот так берется у нас, да, соответственно, все это растягивается, и готовый тройничок получается. Ну, одноконтурный, как бы. На этом участке непосредственно сварка происходит, соответственно, заготовки, которые с линии по резке у нас идут в каркас, вот сюда ребята варят уже трубы то есть из них уже получается с полуфабриката получается готовая труба а варится чем аргоном могут и здесь один растянуть потом значение другие выставляются и другой растянуть сейчас мы увидим когда он как раз вот там сейчас делается вот это мама мама то есть там он растянул маму сейчас здесь он непосредственно растянет лопут дальше соответственно происходит у нас такой труба по входу как четко входит и кожу входа ну хомутик пойдет да хомутик небольшой пойдет сюда потом то есть отсюда смотреть за можем готовая труба то есть вот в этом моменте прогары бывают да ну тут смыть по какой из-за того что рубится на гильотине вручную да какие-то моменты бывают что гильдина где-то до неровности из-за чего из того что металл тонко листовой с ним проблематично работать и бывают тут небольшие ямки где-то да еще что присоединение человек то есть он не может увидеть ну глазом цель и какая-то стружка попадает еще что ты такие вот момент здесь как раз она работа и корки да на стыковке именно стыковка то есть соответственно если там какой-то непорядок небольшой там произошел да где-то какой-то закол или еще что-то у ножа бывает такое что вы ну прыгну это рабочий момент как бы это вот такие трубы у нас продукции не идут то есть дырявых у нас нету да мы их просто перерабатываем на другую продукцию которую можно чтобы отход уменьшить соответственно потому что ну не цена как бы трубу целую выкидывать тоже смысла нет никакого дальше соответственно у нас получается человек приготовивший трубу до наклеивать этикетку этикетка с данными соответственно с его какими-то там есть порядковый номер до чтобы мы могли понимать если у человека брак получился да и нам а кто-то рекламацию скинул мы вот число стоит у нас да и номер 54 это порядка и номера человек который делает трубу мы можем уже непосредственно по этой этикетке отследить до что сделал брак уже с этим человеком непосредственно проводить ходе беседу так что такого больше не повторял но это получается однослойная труба это одноконтурная до одного одноконтурного давайте на сборочку пройдем посмотрим сборку как у нас происходит да то есть это соответственно малогабаритное изделие это грубо говоря колено сэндвич колено тройники оголовки дефлектора то есть зонтики все вот здесь вот на этих вот участок пойдемте сюда пройдем вот здесь участок у нас занимается непосредственно до изготовления малогабаритной продукции какой-то также соответственно вот заготовки про что вам говорил если у труба у нас получилось да с прогаром потом вот такие кусочки мы с этой трубы можем нарезать в дальнейшем то есть они идут уже непосредственно малогабаритную продукцию то есть на те же например старты вот они да старты соответственно вот они ну как бы видите да какой габарит у нее соответственно целесообразно выкидывать ту трубу ее проще порезать использовать на уже только есть также ребята все здесь растягивать у них свою получать станочек который отвечает да тоже стежной полностью растягивает отборка непосредственно происходит вот на этом да как бы сборка отводов всех там стартов дефлекторов поголовках вот здесь как бы получается ролик ролики достает они делают папа мама также делают и соответственно дальнейшем происходит вот стыковочка вот видите он прокатал на этом ролике соответственно полукольцо ударил потом на точечной сварки и как бы все соединяется есть человек который отдельно занимается ну изготовлением овальных баков и теплообменников то есть это вот сборка это сейчас вот у нас стоят получается горизонтальные 90 литров баки да и теплообменники соответственно для чего вот эти отверстия сделать под воду здесь крышечка будет они стоят да это горизонт и горизонт это он получается вешает соответственно и здесь соответственно крышечка как бы водонагревательный бак под воду вот это дальнейшее учаток полностью изготовление баков да ну то есть там баки у нас есть обливные устройства есть как бы вот эти все ребята именно вот этим занимаются то есть разновидность баков разные то есть и на трубе и кон ну там контурные баки грубо говоря даже вручную варят да это аргоновая сварка до тиговская то есть аргон дуговая сварка это вручную пульска свой пост да у каждого человека свой пост непосредственно до изготовления баков происходит как у нас вот две заготовки в металле лежат да уже в развертку в какую нужно мы уже знаем какая развертка на какой блок у нас идет на 80 литр на 55 литров они ребята берут соответственно размечают здесь у них свои гильотинка они здесь что-то подрубаю да размечают дальше нагибочный станок загибают полностью изделие и начинается уже непосредственно сварка крышки вот эти верх низ они изготавливаются нас тоже на лазере ну то есть где мы были начали то есть вот это заготовка крышки вот это это уже лазер и дальше ребята уже полностью обваривают по контуру весь бак то есть потом соответственно трубу растягивают вставляет труба миллиметровую толщина, именно на баках мы используем толщину трубы 1 мм 439 сталь, то есть на всех баков у нас труба миллиметровая, потому что мы как бы позиционируем бак установку первоначальную на печку, чтобы шло, то есть мы как бы ставим сначала бак, там дальше уже соответственно либо шибер и дальше дымоход пошел, мы толщину делаем побольше, потому что начальная труба, как бы температура больше нагрев высокий. Сварочный тоже участок, здесь ребята занимаются непосредственно сваркой телескопических кронштейнов, то есть кронштейны телескопические, опорные кронштейны, ну это черняга. То есть все, что дымоходы держат у нас изначально на улице, вот все на этом участке происходит. Вообще не только сэндвичи, вообще вся дальнейшая продукция, которая с цеха выходит, изготавливается, она упаковывается здесь. Не только сэндвичи, сэндвичи как бы это основная. В основном, то есть колена, потом дефлектора, все здесь покоится. Покоится в вакуумную пленку? Да, то есть, соответственно, термопленка, и, получается, через камеру проходит, нагревается и все обтягивается. Ну и в таком случае она уже не царапается? Ничего, да, то есть у нее, да, да. Здесь у нас покрасочная камера, здесь мы занимаемся продукцией ЛАУ у нас, да, выпускается. Это котловая сталь черная, 2 мм толщина. И черная дымохода выпускается? Да, и мы, получается, здесь ее красим уже краской жидкой, правда, красим здесь у нас не порошковая жидкая. И вот все здесь красится, и дальше упаковывается вот по коробочкам, чтобы не царапалось ничего, и отправляется. Это вот, ну, ЛАУ у нас, как бы, есть такая. А дальше, соответственно, вот, склад, и отсюда уже все, отгрузка в дальнейшем осуществляется. Здесь загрузка, и все. Ну, вообще, как часто отгружаете? Каждый день. Каждый день? Каждый день, да. Большими, это также на Подольск? Да, на Подольск, а дальше уже, соответственно, с Подольска распределяется, да. Ну, фур в день у нас уходит постоянно. То есть, бывает по 2 фур, ну, сейчас по 2, сейчас как бы сезон начался побольше, да, 2 фур мы отправим. Ну, что, хотелось бы подытожить. Производств много, направлений много у Везувия. С половиной даже не знаком был, но сегодня познакомились. Думал, что только печей производится и литье. Прошли, познакомились, посмотрели. Сергею охота сказать большое спасибо, что провел, показал. Я думаю, что в развитии, ну, так скажем, вы готовы и дальше развиваться, правильно? Совершенно верно. Вам спасибо, что приехали, посмотрели на наше производство. Ну, мы готовы показать именно, ну, внутреннюю кухню, так скажем, чем мы просто продаем вашу продукцию. И мы, так скажем, тоже хотели бы знать, как она изготавливается. Поэтому мы вот сейчас всех и снимаем наших поставщиков. Вот видите, теперь мы знаем, как продукция Везувия изготавливается. Надеюсь, наша продукция будет после этого лучше продаваться. Спасибо вам большое. Обязательно. Счастливо. Что здесь у нас есть, это зольная камера снизу. Поддувало здесь вставлено в двери, вот эти отверстия. Здесь мы можем увидеть, как можно обыграть портал печи. 120, Марат Харьев подошел ко мне. Владимир Николаевич, 120, это очень жестко. А тому, кого парят, вот за счет пары, он как раз фиником нагоняет, что кажется, что там же вообще горишь. Субтитры сделал DimaTorzok